На медиафоруме Енисей РФ прошло подведение результатов конкурса журналистских работ. В этом году комиссии было предоставлено более трех сотен работ со всего края. За призы боролись репортеры печатных и электронных изданий, корреспонденты теле- и радиокомпаний. Материалы оценивались в шести различных номинациях. Также награждали лучших корреспондентов и операторов. Члены жюри отдельно оценивали работы, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы отметили высокий уровень материалов и особенно присланных молодыми участниками конкурса. В этом конкурсе впервые представлялись номинациями не отдельные творческие работы, а целые проекты. По юбилейным материалам отдельные номинации были социальные акции, которые организованы средствами массовой информации. То есть то, что уже за рамками медиапространства осуществляется. И здесь было тоже очень много интересных предложений со стороны медиа. Традиционно, наверное, радует то, что победителями в этом конкурсе становятся представители разных территорий, разных СМИ и крупных наших красноярских телекомпаний и небольших районных газет. Журналисты, которые только начинают там свой творческий путь. И ветераны журналистики. Поэтому думаю, что конкурс в этом году состоялся. В целом я бы хотел сказать, что союз журналистов и нашим средствам массовой информации удается все-таки поддерживать вот это профессиональное достоинство журналистской среды, журналистского сообщества. Потому что мы каждый год находим материалы, достойные быть признания лучшими, которые мы можем показывать как образец, как пример. И по большому счету это и есть такая постоянная школа. Потому что обращаясь к лучшим материалам каждого года, новое подрастающее поколение журналистов может смотреть и учиться. Конечно, это срез сегодняшнего дня, срез сегодняшней эпохи, но в ретроспективном мы понимаем, что это и есть история нашего края. Слово «Наш» телеканал получил три конкурсных награды. Диплома и памятного знака удостоился большой социальный проект «Сердце-километры», где мы рассказывали о ребятах из детских домов края. Также отмечены были сюжеты проекта «Память о войне», истории о мемориалах и памятниках войны в нашем регионе. Как их строили и кому они были посвящены. Награды отметили и серию сюжетов «Талисманы жизни». Это очерки о личных, дорогих сердцу предметах, которые наши герои-земляки пронесли через все сражения Великой Отечественной войны. Работа над экранизацией этих историй была масштабной и требовала слаженного командного участия. Мне кажется, что вот наша победа сегодня – это некий консолидированный успех, наверное, половины этого города. Это тот самый случай, когда вот единая тема, единая тема, которую берет за душу всех, абсолютно объединила весь город. С нами работали пресс-службы, спецслужбы, с нами работали мастерские пошивы одежды и вообще миллион специалистов. И мы сейчас программу «Утро нанеси» благодарим всех своих друзей.